В эфире Якутия 24. Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Трагедия в Кемерово. Счет жертв на десятки. В списках погибших много детей, которые отдыхали в торговом центре. Глава Якутии поручил правительству провести внеплановые проверки объектов массового скопления людей. Перепад температуры и обильные осадки в Алдане. На дорогах города проблемы из-за гололеда. Плановый ремонт на Нюрингринской Агресс на реконструкцию объектов энергетики на юге Якутии направят порядка полумиллиарда рублей. В Ленске под тяжестью снега обвалилась крыша жилого дома. По словам жильцов, они неоднократно обращались с проблемой к управляющей компании. Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове достигло 64 человек. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже здания. В огне погибло большое количество детей. Возгорание произошло в тот момент, когда в кинозале шел показ мультфильма. Пожарные ликвидировали открытые горения, площадь которого составила 1500 квадратных метров. По словам главы МЧС, сохраняется угроза обрушения торгового центра. По факту пожара в торговом центре возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Как выяснилось, торговый центр «Зимняя вишня» не проверялся пожарными, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого объявлены надзорные каникулы. Закон о таких каникулах сроком на три года вступил в силу в июле 2015 года. Власти Кемеровской области объявили со вторника трехдневный траур в память о погибших. В Москве жители столицы несут цветы к представительству Кемеровской области при правительстве Российской Федерации. Люди скорбят всей страной, зажигают свечи. Работают журналисты не только из России, но и заграничные СМИ. Слова соболезнования родным и близким погибших выразил руководитель Якутии. В своем обращении Егор Борисов отметил, что потрясен трагедией. По числу жертв Кемеровский пожар один из семи крупнейших за сто лет. Также Егор Борисов поручил правительству республики организовать внеплановую проверку на предмет пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других объектах массового скопления людей. Другим событием. В Ленске под тяжестью метрового слоя снега обвалилась крыша двухэтажного жилого дома по улице Якутская, 27. Площадь рухнувшего шиферного проема составила около 15 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Рабочие приступили к уборке снега и шифера. По словам жильцов, они не раз обращали внимание управляющей компании на плохое состояние крыши, стен и пола. В 1986 году постройки дом был признан аварийным в 2016 и не попал в программу переселения из ветхого и аварийного жилфонда. Приходила комиссия с нашего ЛПЖХ, замеряла температуру у меня. Я не согласился с этим, потому что пришли в потепление, хотя я их ждал в морозы. Продуваемость окон минус 13 градусов показывала, в углах по минус 3, минус 5 градусов. Полы черновые изгнили, дом два раза был в наводнении. В связи с ухудшением погодных условий и гололедом в Нюрингринском районе дорожная обстановка усложняется. Только за прошедшие выходные произошло три серьезных дорожно-транспортных происшествия. Дорожные службы отсыпают проезжие части, занимаются уборкой снега. Госавтоинспекция принимает меры по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с неустойчивыми погодными условиями. На дорогах района усиленно несут службу экипажи ДПС. Водителям, управляющим транспортными средствами, необходимо соблюдать скоростной режим, учитывать особенности состояния транспортного средства, учитывать дорожные и метеорологические условия. При возникновении опасности водителям необходимо принять все возможные меры к остановке транспортного средства, к снижению скорости. Пешеходам необходимо быть более внимательным при переходе проезжей части, обращать внимание, что при сложившемся неблаговыриятных метеорологических условиях, транспортные средства останавливаются дольше, увеличивается тормозной путь. Не всегда транспортные средства могут вовремя остановиться. Так что пешеходам необходимо быть более внимательными. А в Алдане на выходные столбик термометра поднимался до нуля, а затем оттепель сменилась обильным снегопадом. Соблюдать осторожность необходимо как водителям, так и пешеходам. Но, к сожалению, это не всегда оказывается эффективным. Тему продолжит Татьяна Вахнина. В ближайшие недели Дмитрий по делам не поедет. Машину предстоит восстановить. Авария произошла в центре Алдана. Дмитрий держал дистанцию и сбросил скорость перед затормозившим впереди автомобилем. Идущий следом УАЗик нет. До прибытия сотрудников ГИБДД мужчина пытается приблизительно подсчитать ущерб и прикинуть сроки ремонта машины. Произошло то, что я остановился впереди идущий автомобиль, тормознул, я остановился, догнал меня УАЗик. Причина – гололед. Плохая работа коммунальных услуг, дорожников. Весной в период оттепели снегопадов и гололеда риск возникновения аварийных ситуаций как на городских магистралях, так и на межпоселенческих трассах увеличивается многократно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост ДТП. Возросло и количество пострадавших. За март месяц на территории района произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, 50 с материальным ущербом и 5 с пострадавшими, из которых 10 человек получили телесные повреждения, трое погибло, два из них – детей. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий остаются превышение скорости и несоблюдение дистанции. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно аккуратными и по возможности отказаться от поездок в сложных метеорологических условиях. Настоятельно рекомендуем водителям соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию, избегать резких маневров, торможения. Пешеходам также стоит соблюдать повышенную осторожность. Причем она требуется не только на проезжей части. На ступенях, обочинах и узких тропках возрастает риск травматизма. И прогулка быстрым шагом вполне может завершиться в больнице. В Якутии готовятся к паводку. Для безопасного пропуска паводковых вод учения провели на территории села Сотинцы. В ходе тренировки проверяется готовность к оперативному реагированию. За учениями наблюдала Кристина Якупова. Пара мгновений ими 8 поднимают службу спасателей в небо и зависает в воздухе. Теперь задача каждого – покинуть вертолет, спускаясь вниз по тросу. В районе села Сотинцы собрались более 40 спасателей. Пусть каждый из них мастер своего дела, но тренировки никто не отменял. Десантирование с вертолета по канату применяется в тех местах, куда добраться больше не на чем. В прошлом году мы несколько раз выручали охотников, которые попали в сложную ситуацию. В Кабяйском районе, по реке Алдан. То есть каждый раз у нас получается есть работа. Спасение людей – это просто вертолета альберга. А под этим очень много работы. Также учения проходят и для школьников. Ребятам объясняли, как правильно оказать первую помощь, как вести себя в чрезвычайной ситуации и как из нее выйти. Было очень интересно и я узнала много чего полезного. Поэтому я не буду проходить мимо человека, который находится в такой ситуации. Такие мероприятия МЧС проводит каждый год. От их четко отработанных действий может зависеть не только безопасность, но и жизнь людей. Кристина Якупова, Виталий Абрамов, Якутск. Но сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее. Плановый ремонт на Нюрингринской Агресс. На реконструкцию объектов энергетики на юге Якутии направят порядка полумиллиарда рублей. Охотники в Мирном получили премии за отстрел волков. Возрождая традиции, в Ленском районе представители малого и среднего бизнеса осваивают когда-то забытую лесозаготовку. В эфире «Якутия-24» и мы продолжаем наш выпуск. В селе Чуропча запущены новые очистные сооружения. Запуск объекта провел руководитель Якутии Егор Борисов и председатель наблюдательного совета фонда реформирования ЖКХ России Сергей Степашин. Стоимость сооружений 69 миллионов рублей. Деньги поступили из федерального бюджета. В сутки объект может переработать до 400 кубов фекальных вод. Тем самым полностью закрывает нужды села Чуропча. Это первый пилотный проект в республике. Визит главного ревизора страны Сергея Степашина чуропчинцы встретили с ликованием. Селью визита Сергея Вадимовича была оценка хода реализации федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и осмотр нововведенного канализационно-очистного сооружения ООО «Джулур» с производительностью 500 кубических метров в сутки, аналогов которого в сельской местности Якутии нет. Полностью на отечественном оборудовании мы сейчас зашли, посмотрели. Все, два человека обслуживают. Так что это очень успешный проект. Самое главное для людей, которые здесь живут, которые здесь работают. Строительство очистного сооружения было реализовано по пилотному проекту, общая сумма которого составила 69 миллионов рублей. Из них 13 миллионов вложил ООО «Джулур». 22 миллиона было выделено из фонда жилищного хозяйства России. А остальную часть софинансировала республика. Час муниципального развивания и средства ООО «Джулур». То есть мы консистенеры, мы прибыли на этот объект кредитных средствах через Алма-Саргенбанк местный. Они нас поняли, про их изучили и финансировали. То есть дали кредит. На встрече с журналистами Эльдархан Егор Борисов сказал о том, что в ближайшие годы планируется строительство таких очистных станций и в других населенных пунктах республики. Ну, сейчас говорить именно по именам, по каким районам этот проект будет реализовываться еще рано. Потому что здесь очень правильный механизм заложен. Это участвует главный фонд, а потом муниципалитеты, республика и, соответственно, глава района, он пригласил глав других районов недавно, пользуясь хорошим мероприятием спортивным. И они посетили, и уже заявки поступили. И поэтому сегодня будет выделяться средство. Будем выходить с конкретной просьбой фонду по тому, как главы представят документы. И то, что это первый, но не последний объект, это очень правильно. Поэтому я полагаю, что так и должно быть и в других регионах, не только Якутии, но и нашей страны. Якутия, что касается ветхого аварийного жилья, по объему одна из самых больших. И надо должное, я уже сегодня говорил, спасибо Егору Фанасьевичу и, собственно говоря, руководителям муниципалитетов, вы показали практически весь объем. Поэтому сегодня важно, чтобы эта программа была продолжена. В последние годы Якутия лидирует по реализации федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Например, в селе Чуропча, начиная с 2013 года по 2017 годы, построено 11 многоквартирных домов с общей площадью 18 223 квадратных метра. 238 семей, проживающих в аварийных домах, улучшили жилищные условия. Ликвидировано 35 аварийных домов. Сергей Вадимович в ходе визита встретился с жильцами дома по улице Ленина. Дом введен в конце 2015 года. В торжественной встрече этому дому присвоен статус образцового содержания. Арман Дмитриев, Анна Семенова, Чуропча. Реальная зарплата в России за январь-февраль этого года выросла на 10,5%. Об этом заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. Это связано с повышением зарплат бюджетникам в рамках майских указов президента. Такого роста за короткий промежуток времени, за два месяца, в России не наблюдалось последние 10 лет, сообщил он. Министр призвал регионы следить, чтобы соотношение доходов бюджетников к среднему доходу по региону не снижалось. Также он призвал липидировать долги по зарплатам. На 1 марта они составили 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Приборы учета обзавелись защитой от манипуляций жильцов. Во многих городах их начали пломбировать антимагнитными наклейками, которые позволяют предотвратить кражу коммунальных ресурсов. Антимагнитная пломба выглядит как наклейка на счетчике. На ней расположен очень чувствительный индикатор. Если потребитель поднесет к счетчику магнит, чтобы установить прибор учета, пломба поменяет свет. В перспективе выявлять кражу ресурсов планируют с помощью автоматизированных систем учета. Их внедрят по всей стране в течение 6 лет. Пенсионеров и инвалидов, проживающих в одной семье, восстановят в правах на льготу по капитальному ремонту. Рассмотрение законопроекта запланировано на ближайший вторник. Неработающим собственникам квартир, чей возраст перешагнул 70-летний рубеж, и так положена компенсация за капремонт в размере 50%, а тем, кому за 80% и 100%. Однако в законе есть оговорка, что речь идет об одиноко проживающих пенсионерах. Поправки должны устранить коллизию и связаны с тем, что если на одной жилплощади с пенсионером проживает еще не пожилой родственник-инвалид, пенсионер лишается права на компенсацию. На Нюрингринское ГРЭС стартовала ремонтная кампания. На нее планируют затратить 464 миллиона рублей. Деньги будут направлены на ремонт оборудования Нюрингринское ГРЭС, Чульманской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей. Работы начнут в марте и завершат к началу отопительного сезона. Всего в ходе программы проведут ремонт на 47 единицах основного и вспомогательного энергооборудования. Заброшенные могилы мирненских первопроходцев оказались в зоне будущего строительства. Земельные участки в 25-м квартале предусмотрены для распределения многодетным семьям. Сейчас там вовсю идет расчистка территории. Знают ли городские власти о захоронениях в этой части алмазной столицы и что намерены предпринять, узнавала Мария Урцева. Сергей Курмас еще с детства знает, что на этом лесном участке в сторону третьей фабрики есть заброшенные могилы. Они принадлежат первопроходцам алмазной столицы. Это можно понять по табличкам на них. Обнаружилось, что у нас здесь есть кладбище. И здесь начались строительные работы какие-то. Я думал, что кто-то об этом знает, но по вероятности никто ничего не знал. И сейчас хотел бы я уточнить, что будет с этим кладбищем. Вот одно из захоронений первых строителей алмазной столицы. По словам местного жителя, на этой территории их около 40. На этой территории местные власти решили выделить земельные участки многодетным семьям. Уже началась подготовительная работа. А знают ли в мэрии о заброшенных могилах? С этим вопросом и обратились в городскую администрацию. Действительно, есть захоронения старые. Они безродные. Там стоят только старые кресты. К сожалению, фамилии и имен сейчас выявить нам не удалось. Часть захоронений в свое время мы также подчерпывали информацию. Родственники перенесли на городское кладбище. Но, по-видимому, кто-то уехав из города, все-таки этого не сделал. Поэтому мы об этом знаем, об этой ситуации. И прежде чем мы будем благоустраивать данную территорию, мы, конечно же, захоронения эти планируем перенести на городское кладбище. Также первый заместитель главы города Степан Медведь подчеркнул, что на местах старых захоронений жилых строений не предусмотрено. Там запланированы проезды или лесной сквер. Мария Урцева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». В Мирненском районе по результатам отстрела волков три охотника получили премии главы района. Общая сумма вознаграждения составила 100 тысяч рублей. Мужчины добыли наибольшее количество хищников. В этом году в районном бюджете заложена такая же сумма. Об этом сообщили на совещании в администрации района с представителями родовых общин Комитета охраны природы и общественности в рамках Дня охотника. Также на встрече говорили о неукоснительном соблюдении компаниями-недропользователями природоохранного законодательства и поддержке родовых общин муниципальным образованием. Венский район издавна славился своей лесоперерабатывающей промышленностью. В свое время здесь находилось достаточно много предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой древесины. Но в 80-е и 90-е годы прошлого века в силу разных причин этот вид деятельности людей пришел в упадок. Лишь в последние годы данная промышленность вновь стала набирать обороты и занимается производством пиломатериала в большинстве своем различные частные предприятия и общества. О деятельности, точнее заготовки леса, одного из них в нашем следующем материале. Деляна, место заготовки леса. У общества с ограниченной ответственностью баргузин в зависимости от времени года таких площадок несколько. Здесь и происходит начальный цикл заготовки древесины. Мы находимся на одной из рабочих площадок общества баргузин. Именно здесь происходит складирование пиленного леса, его погрузка и дальнейшая отправка в город. С погрузкой и разгрузкой все понятно. Лесовоз и китайский автопогрузчик. Очень удобная в лесу техника. Водитель которой старается аккуратно упаковать груз на автомобиль. Да он, в принципе, все может делать. И чистить снег, и грузить. Да, в принципе, хорошая машина. Верткая. Самое главное, верткая. В данный момент, то, что гололед и соблюдаем скоростной режим, ну, два-три рейса делаем. Ну, это так. Трудноваться, конечно. Валкой леса занимается специальная машина. Причем ее возможности на этом не заканчиваются. Устройство подобия ковша позволяет выполнять и ряд других операций. Смотря на демонстрацию силы трактора, представляешь зев какого-то фантастического чудовища. Пожирающего деревья. Лес, а в большинстве своем это деревья лиственниц, подбирается и валится не абы какой. Кругляк должен соответствовать определенным параметрам. Ну, скажем, диаметр минимальный 16. Это по вершине, если брать. Бывает толще. Бывает, мы привозим совсем такие, скажем так, вековые деревья. Но сейчас ресурсная база на все меньше и меньше. Ну, приходится импровизировать, как говорится. Длина 6 метров, ассортимент. Или 11 метров, хвосты. Остатки, или по-другому хвосты, распиливаются на дрова чурки, которые реализуются населению. А деловой лес отправляется на пилораму, где уже происходит завершающий этап переработки. Процесс распиловки древесины. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. 10 апреля пройдут выборы в молодежный парламент при Нью-Ренгринском районном совете. Молодые парламентарии проводят многочисленные массовые мероприятия среди молодежи, направленные на популяризацию здорового образа жизни населения, привлечение внимания к актуальным проблемам молодых семей, занятости молодых специалистов. Депутаты молодежного парламента активно участвуют во всех проводимых в районе культурно-массовых и общественно-политических акций. Отметим, что молодежный парламент как совещательный и консультативный орган действует на общественных началах и формируется на три года. 1 миллион рублей патриотическим объединением. Именно такую сумму выделят из бюджета республики на улучшение материально-технической базы, сообщает пресс-центр Минмол семьи. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. Три победителя, занявшие первое место, получат 500 тысяч рублей, второе – 300 тысяч, третье – 200 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 10 апреля. Минувшие выходные мирнинцы встали на лыжи. Местные жители сдавали нормативы ГТО, а школьники соревновались за кубок школ. За ходом соревнований следил наш собственный корреспондент в Мирном Евгений Тайтонов. В Мирном нормативы ГТО по дисциплине бег на лыжах принимают у населения в третий раз. Но только с этого года участники смогли вступить в гонку за почетными значками. Нормативы принимали на лыжной базе «Заречная». В городе, где проживают 35 тысяч человек, на лыжи в этот день встали только 29. Не сказать бы, что у нас массово идет население. Сейчас сдают те, кто сам желает, стремится и готов. Остальные мы будем так считать, что пока готовятся. Всех мы ожидаем. Следующая сдача уже лыж планируется на октябрь месяц. Некоторые на сдачу нормативов пришли со своими лыжами, а для всех остальных был организован бесплатный прокат. Все участники проходили дистанцию соответствующей возрастной категории – 2, 3 и 5 километров. В пяти возрастных категориях самым главным был показатель времени. Время – 32.08. Ого, мне норма 36 золота. С поставленной задачей я справился только благодаря усердным тренировкам. По нормативам даже превзошел золото, скажем так. 32 минуты, хотя мой норматив на золото 36 минут по возрастной группе. Условия приличные, покрытие прекрасное, трасса подготовленная, все устраивает. Я доволен. Вслед за взрослым населением на лыжи встали школьники. Они, в свою очередь, соревновались уже в первенстве Мирнинского района на кубок школ по лыжным гонкам. Обязательным требованием для участников было прохождение всей дистанции классическим стилем. За коньковый стиль – сразу дисквалификация. Мне нравится заниматься лыжами, потому что ты становишься сильным, быстрым. Занимаю 6 дней в неделю. Это не очень сложно. Надо уметь хорошо кататься, ставить правильные палки, прокатывать лыжи и все. Всего в соревновании приняли участие 118 школьников из 9 команд. Обладателем кубка, как и в прошлом году, стали ученики Мирнинского политехнического лицея. Евгений Тейтонов, Марьяна Кутукова, Мирный. В Аймеконском районе прошел фестиваль любителей экстремального туризма. Как и прежде, полис холода одновременно прошел в двух точках района – в селах Тамтор и Аймекон. В этот раз программа фестиваля собрала больше иностранных гостей, чем в прошлом году. Как прошел в этом году полис холода, рассказывает Дмитрий Тымыров. Флорин на фестиваль оказался совершенно случайно. Даже в планах поездки в самую холодную точку России не было. Я был в Улан-Удэ. В это время позвонил своей знакомой из Якутии. Она сообщила мне, что собирается посетить фестиваль «Полис холода», который проходил в Аймеконе. Так как я свободный путешественник, решил незамедлительно поехать туда. И вот, купив билеты, я оказался тут. И ни капли не жалею о своем визите. Очень рад. С Якутска до Аймекона он добирался на такси. На проезд в одну сторону ушло 6 тысяч рублей. Зато сэкономил на гостинице. Разместился в спортзале вместе с участниками ралли-рейда. Здесь цены на порядок ниже гостиничных. Я спросил, где здесь можно остановиться подешевле. Мне сказали, что есть гостиничные дома, где размещаются обычные туристы, стоимость от 3 тысяч и выше. А также сказали, что можно в спортзале, но там удобства нет, зато цена 500 рублей. Я человек непривередливый и согласился на это предложение. В центре села Тамторг, где проходило открытие фестиваля, объявления о размещении иностранных туристов расклеены повсюду. Спрос порождает предложение. Индивидуальные предприниматели открывают гостиничные дома, а простые жители размещают гостей прямо у себя дома. Во время фестиваля клиентов хватает всем. Основной пик туристов приходится на январь, февраль и март. В это время мы усиленно работаем и предлагаем услуги. К нам приезжают туристы почти со всего мира. У нас семейный бизнес, мне помогает моя семья, дети и наша бабушка. В дни фестиваля все жители села находятся на улице. В развлекательных мероприятиях принимают участие все, от мала до велика. Это экскурсии, выставки, ярмарки и, конечно же, театрализованные представления. Для гостей фестиваля организаторы мероприятия совместно с местным населением показали театрализованные представления «Маленький принц». И здесь же состоялась торжественная церемония передачи символа полюса холода Чисхану на хранение до следующей зимы. Я приехала к вам из Великой долины Туймады и привезла к вам кристалл, символ полюса холода на хранение нашему Чисхану до следующей зимы. Местное население радуется, что фестиваль собирает так много людей. Ведь благодаря этому не только растут их доходы, но и в целом развивается жизнь всех сельчан. Так вот, смотреть на чужих людей, на гостей. Каждый год у нас гости все больше и больше становятся. Потому что у нас туристы каждый день приезжают. И летом, и зимой без пощады едут. А смотрите, за это время в вашем населенном пункте, в районе, что дало вот именно полюс холода? И именно дорога гораздо лучше стала. Но мы хотим еще лучше было бы. Благодаря событийному туру полюс холода развивается не только отдельные районы республики, но и практически вся Якутия. Только за последнее время в регионе начали строиться дома и социальные объекты с национальным колоритом. Это придает Якутию свою изюминку, помогает сохранять традиции и обычаи. Дает повод для гордости за родину. И именно этот национальный колорит севера так привлекает иностранных туристов. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Аймекунский Улус, Тамтор. Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами на нашем телеканале.